Здравствуйте! На какой режим перешли управляющие компании, как организована уборка места общественного пользования, и как работает диспетчерская служба. Об этом и об изменениях в работе коммунальных служб нам расскажет руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских. У нас прямой эфир. Наш телефон 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Виктор Иванович, здравствуйте! Добрый вечер! Расскажите, пожалуйста, что происходит в сфере ЖКХ в связи с последними событиями и какие, может быть, даже антикризисные меры уже принимаются или разрабатываются? Значит, ну всем понятно, что происходит сейчас и в мире, и в стране, и у нас в Самарской области. Все это достаточно сложно, ответственно. И управляющие компании, они относятся к тем организациям, которые обеспечивают непрерывный цикл жизнедеятельности нашего населения. Поэтому они, в принципе, все должны работать. Но в первую очередь должна работать аварийно-диспетчерская служба. Аварийно-диспетчерская служба – это та служба, которая принимает заявки в случае каких-то возникновений каких-то аварий, принимает меры и устраняет вот эти вот все аварии, аварийные ситуации. То есть управляющие компании какой-то определенный режим работы не вводят? Они так же работают, как и работают? Они так же работают, да. Единственное, что на усмотрение руководителей можно отпустить на удаленный доступ работы, допустим, ту же бухгалтерию, начисление там еще, работа с населением, кто работает с населением. Можно их отпустить, да. Но в основном все остальные сотрудники должны быть на рабочих местах и выполнять все те обязанности, которые положены. От Самарской области поступают какие-то предложения по антикризисным мерам в системе ЖКХ? И в частности от вас может быть? Ну вот вчера буквально мне прислали, в мой адрес прислали проект антикризисных мер в сфере ЖКХ, который будет правительство Российской Федерации рассматривать сегодня. Вот с утра должно было рассматривать, да. Значит, я могу сказать, что там предусмотрено, чтобы люди тоже в курсе были, что может быть. Первое – это финансовая поддержка регионов в плане подготовки и проведения вот этого отопительного сезона 2020-2021 год. То есть будут выделяться специально деньги дополнительные каждому региону для того, чтобы пошла подготовка нормальная и пройти вот этот отопительный период. Что касается жителей, нас, приостановление действий 354-го постановления в плане отключения коммунальных услуг за долги или неполную оплату. То есть сегодня мы имеем тот случай, что можно будет отключать все коммунальные услуги за исключением холодной воды и отопления. Эти две коммунальные услуги отключать нельзя. Все остальное можно отключать. Есть определенная процедура, управляющая компания уведомляет собственника и после этого начинается процесс отключения. Так вот, как раз ставится вопрос о том, чтобы запретить на период проблемных этих дней, запретить всякое отключение коммунальных услуг. Да, действительно верное решение. Я думаю, это да. Поддерживаем и послушаем сейчас телезрителей, который к нам дозвонился. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Гагарина 159, председатель старший по дому, Галинов Юрий Григорьевич. У нас, по крайней мере, с карантина и с 17 апреля ни одного раза не побыли в подъездах. Ни одного раза. И сейчас не появляются вообще. Понятно. Вот по уборке подъездов, да, по уборке места общего пользования, значит, существует постановление, которое прописывает обязательные виды работ, которые должна выполнять управляющая компания. Это и есть и 170-е постановление госстроя, которое определяет периодичность проведения этих работ, да. Но все должно быть прописано в договоре. Если у вас в договоре написано, что помывка подъезда три раза в неделю, управляющая компания должна будет три раза мыть. Значит, сейчас в априори написан минимальный перечень. Влажное подметание с первого по третий этаж ежедневно. С первого по третий этаж должны подметать влажно каждый день. Влажное подметание с третьего по остальные подъезды, с самого верхнего, три раза в неделю. В определенные дни должен быть график определен и должен быть он расписан. И мытье полос с первого по третий этаж два раза в месяц. Это то же самое прописано, это минимальный перечень, еще раз говорю, минимальный. Это санитарные нормы на вот этот период. Совершенно верно. Если они не выполняются, вот как в случае с позвонившим, я могу подтвердить, что даже вот в нашем, в моем подъезде это не делается. Значит, что делать контроль за соблюдением, выполнением договора управления квартирным домом осуществляет государственная жилищная инспекция. Понятно, я ничего нового, наверное, не скажу, да, обращайтесь в государственную жилищную инспекцию. Но я скажу, что вот эти требования управляющая компания обязана соблюдать, это минимальные требования. Я еще раз говорю, все прописано в вашем договоре. Вот мы говорим о нем очень много. И каждый раз приходим к тому, что в чем, да, он не выполняется. А вот эти нормы, они внесли, уже внесены точно, конкретно. Никаких собраний, ничего не одобрения не должно быть. Нет, если даже нет собраний, если вы не принимали решение. Вот это минимум, что должна делать управляющая компания. Хотите больше? Пожалуйста, заказывайте больше. Управляющая компания должна рассчитать ставку содержания и сказать, что у вас ставка содержания будет вот такая. Да, да что, уже больше, если не выполняются даже эти нормы? Вот здесь еще раз говорю, вот я хочу обратиться к председателям Советов Домов прежде всего. Значит, по итогам месяца составляйте акты о том, что в этом месяце управляющая компания не выполнила условия договора, двоеточие, не мыла полы, не подметала, там-то тогда-то в соответствии с тем графиком, который был представлен. Или вообще его нет. Вот подписываетесь вы, председатель Совета Дома, два члена Совета Дома, требуете, чтобы управляющая компания подписывалась. Если не подписывается, от подписи отказалась. И вот это так будет являться основанием для того, чтобы потом требовать с управляющей компанией перерасчета за эти невыполненные услуги. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, представьтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Говорите, говорите. Алло. Да-да. Да-да, слушаю вас. Еще раз, перезвоните, пожалуйста, какие-то помехи со связью. Или убавьте свой телевизор, звук. Перезвоните еще раз. Давайте пока нету никого. Я вот по антикризисным мерам мы начали. Вот первое, что в интересах жителей я сказал, это остановка, приостановка, отключение коммунальных услуг за неоплату. И второй еще очень серьезный момент, который, мне кажется, обязательно надо сказать, это снижение ставки оплаты, суммы платежей за коммунальные услуги с 22% до 15%. Что это такое? Сегодня у нас в Самарской области существует положение о том, что те граждане, которые оплачивают за жилищно-коммунальные услуги более чем 22% от суммы доходов семьи, они имеют право на получение субсидии. Ставится вопрос не 22%, а 15%. То есть снизить эту планку. Что это означает? Что большее количество жителей области могут получать субсидии. То есть если я оплачивал, допустим, за жилищно-коммунальные услуги 18%, я не входил в эту 22%, да? Сейчас я буду входить. Понятно. Но это только обсуждается пока. Нет, это вот как раз сейчас. Но мы уже принято? Нет, это не принято. Вот сегодня это должно правительство Российской Федерации обсудить, принять, и это будет в экстренном режиме приниматься. Понятно. То есть это серьезный вопрос. И я скажу, это достаточно... Мы 4 года назад поднимали, кстати, этот вопрос. Просил я наших депутатов Губернской думы снизить эту планку до 15%. И наконец-то вот сегодня это должно решиться. Ну, дай бог, чтобы это пройдется, да. Дозвонились к нам телезрители. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Друзья, добрый? Да, да, да. Да, здравствуйте. Вы меня слышите? Слышим. Скажите, пожалуйста, сколько берут самый больший процент, если нет счетчика за холодную воду? За холодную воду? За холодную и за горячую воду, за электричество, если нету. Индивидуальных приборов учета объем увеличивается на повышающий коэффициент полтора. То есть есть формула в 354-м постановлении. Там сразу количество подписанных, зарегистрированных, допустим, два человека. Умножается на норматив, умножается на повышающий коэффициент полтора и умножается на тариф. Вот это сумма к расходу. То есть в полтора раза вы будете платить и сейчас платите больше, чем должны были платить, если у вас нет индивидуального прибора учета. И не зависит от того, холодная вода или горячая. Абсолютно. Холодная, горячая вода, электричество, неважно. Повышающий коэффициент полтора. Вы сказали про то, что можно собирать вот такие акты о том, что не выполняются нормы санитарной содержания общественных территорий и нужно их копить. Нет, их не копить. Их надо ежемесячно составлять. И после этого предъявлять управляющей компании. И предъявлять. Почему? Потому что если управляющая компания не выполняет то, что положено ей делать, за это положено перерасчет осуществлять. Вот мы, допустим, не получаем коммунальный услуг какой-то, да? Нет холодной воды у нас, да? Или не того качества. Да, или не того качества. Если мы все это определили, все это зафиксировали, то мы можем требовать перерасчета. То же самое и за жилищные услуги. Почему? Потому что сейчас управляющая компания мотивирует это тем, что у нас не выделено это. Но еще раз говорю, в каждой управляющей компании вот эта ставка содержания должна быть расписана до копейки. Вот, допустим, ставка содержания 18 рублей. Из чего она состоит? А она должна состоять из каких-то определенных рублей, копеек. Первое. Управленческие функции. Это то, что управляющая компания берет для получения зарплаты директора, главного бухгалтера, там, главного инженера и еще ряда сотрудников. Это управленческие функции. Это зарплата, это их оборудование, какое они покупают, что-то еще. Это их проблемы. Все. Там, допустим, 3 рубля 15 копеек. Дальше идет. Санитарное обслуживание дома. Рубль 20. Это там крысы, мыши и прочее, прочее. А вот то, что вы говорите, вот это все расписано, где с этим ознакомиться? Это должно быть у управляющей компании. Это есть приложение номер 2 к договору. Вот приложение номер 1 – это состав общего имущества дома. То есть, за что мы платим. А второе – сколько мы платим. И там должно быть расписано, вот эти 18 рублей, должны быть расписаны до копейки. Ну, старшие по домам, они, естественно, это познакомлены. Они должны знать это, да. У нас есть звонок, мы продолжим. Сначала послушаем телезрителей. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит. Значит, улица Пензенская, дом 74, квартир 61, Мингосадинова Мария Хамзиевна. У нас, знаете, в общем, наш дом перетаскивает с одной организации в другую. Ничего не убирает вообще. У нас он как брошенный. Вообще непонятно, что с этим домом у нас творится. Вообще ничего не убирает абсолютно. Я, вы знаете, по какому поводу вообще звоню. Вот, платить мы платим, но никаких вообще движений абсолютно нет. Вот так вот прибегут что-то, чуть-чуть там покидают и все. За что вы платите, извините? У меня папа участник Великой Отечественной войны. Не убирают территорию, они оплачивают, но не убирают. Вы представляете, я не могу его поздравлять. Все грязное, вообще жуть. Я сама сделала санацию подъезд в себе. Ну, в общем, обратите, пожалуйста, внимание на нас. У нас здесь вообще какой-то кошмар творится. Какая управляющая компания у вас? Скажите, пожалуйста, какая у вас управляющая компания? Ой, вы знаете, они то одна была организация, то другая. Я вот не смотрю, куда я просто плачу и все. Надо выяснить. К сожалению, да, вот так как этот товарищ, да, многие. Мы не знаем, какая управляющая компания. Мы платим деньги, но мы не знаем, кому платят. И как воздействовать, и на кого воздействовать вы тоже не знаете, да? Ну, с кем мне говорить? Нет, я могу поднять сейчас. Я открою ГИС ЖКХ. ГИС ЖКХ. Есть там адрес ввиду, Пензенская, 74. И там укажут, этот дом управляет, управляющая компания такая-то. И там вся информация. Там много информации. Кстати, те, кто пользуется интернетом, могут зайти в ГИС ЖКХ, открыть свой кабинет, и можно посмотреть по дому. Достаточно много информации. Управляющая компания выкладывает туда эту информацию. Какие собрания были, протоколы этих собраний, выполнялись какие-то работы, акты выполненных работ, вида работ, стоимость этих работ. Все там есть. Технический паспорт дома, в конце концов. Там достаточно много информации. Да, понятно. Вот сейчас, вот в этой ситуации, нужно зафиксировать актом, что вот не убирать. Все, главное фиксировать. Вот жительницы, что, обратиться к старшей по дому, или как собрать? Председатель совета дома, это их обязанность, он должен в конце месяца составить акт о том, что, допустим, в марте месяце управляющая компания в нашем доме не выполнила договор в плане уборки мест общего пользования. То есть, извините, вот это она может, если вдруг нет старшего председателя подруга? Может она, берет соседей, двух соседей, составляет такой же акт. Но председатель совета дома, когда составляет это так, да, все-таки это председатель совета дома, она действует от имени всех. И она может предъявить этот акт и написать соответствующее заявление на перерасчет для всех. А здесь она будет только для себя, потому что перерасчет делается персонально каждому. Поэтому, в любом случае, к председателю и дальше действовать. Желательно, да, к председателю. Почему мы и говорим, председателя надо избирать. Хороших председателей, толковых. С этим тоже вот проблем. Тоже напряженка, да. Дозвонились к нам еще телезрители. Добрый вечер, представьтесь и задавайте свой вопрос. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, я из Союза один. Так. У меня долг по квартире, и я плачу долг, и платила за квартиру. Да, а теперь мы у меня за квартиру почему-то не стали ставить, а ставят только долг. Ежемесячной графы нет. Ну, скорее всего, у вас стала другая управляющая компания, и старая управляющая компания выставляет в аквитацию с долгом. Сразу вот хочу еще раз объяснить и рассказать, да, относительно вот такой ситуации. Вот долг, выставляют долг, выставляют должны еще и пене. Пене. Когда начисляется пене? Вот мы все должны, если другого нет в договоре, мы должны заплатить за жилищно-коммунальные услуги до 10-го числа следующего месяца. Вот сейчас, в апреле месяце, до 10-го апреля, мы должны заплатить за март. Но у нас есть 30 дней еще. 30 дней. Я вот, кстати, хотел бы обратиться к тем жителям, у которых нет интернета, которые сейчас на самоизоляции находятся, да, и сейчас получат пенсию и побегут на почту, Сбербанк платить за квартиру. Не надо этого делать, пожалуйста. У вас есть 30 дней. Вам никто пене не начислит. До 10-го мая вы можете оплатить вот ту сумму, которую вам выставили за март месяц. До 10-го мая. Вот сейчас вот в эти антикризисные меры я предложил еще увеличить. Это не 30 дней сделать, а 60 дней. Чтобы еще разноску сделать больше для жителей. Но сегодня существует 30 дней. То есть не спешите бежать на почту в Сбербанке и оплачивать за квартиру. Это можно сделать до 10-го мая. Это можно сделать до 10-го мая за март месяц. Понятно. Поэтому не спешите. Еще один телефонный звонок. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Новосадовая, 140. У нас в управляющей компании 4 дома. И почему-то в одном доме один тариф расчетов. А в последний дом, который они выстроили, уже другой тариф, уже выше. Имеет ли право разные тарифы в одной и той же управляющей компании? Да. Разные тарифы могут быть в каждом доме. Если в управляющей компании 100 домов или 1000 домов, в каждом доме должен быть свой тариф. Почему? Потому что каждый дом индивидуален. И у каждого дома свои проблемы и свое состояние. Поэтому эта ставка содержания и текущего ремонта, она исходит из того, что каково состояние дома. Нужно ли сюда вкладывать деньги или не нужно. Поэтому здесь они правы. И в каждом доме может быть свой отдельный тариф на содержание. Я хочу вернуться еще к вопросу целезрительницы, которая спросила, что долг, значит, квитанции указан, квартплата нет. Нету, да. Какая конкретная ей рекомендация? Я боюсь одного, потому что там, скорее всего, сменилась управляющая компания. И эта новая управляющая компания еще не представила ей квитанцию. То есть подождать можно. Тем более, что платить можно. А приходит квитанция с одним долгом, это значит, старая управляющая компания вытребует вот этот долг, который перед ней возник. Поэтому первое всем совет, рекомендация выяснить, какая у вас управляющая компания. Совершенно верно. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь и задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Емельянова Ольга Ивановна. Московское шоссе Литер-Ж. Вот меня вогнует вопрос оплаты за тепло. Мы с нас... Как можно заплатить за тепло, чтобы с нас не взимали проценты? Комиссии. Комиссии, да? Комиссии, да. Там нам говорят, что сейчас через... Мы платим через Альфа-банк по приложению Квартплата 24. Квартплата 24, да. И Квартплата 24 взимает вот эту... Комиссию, да, вот эту. Какие-нибудь будут ли другие? Значит, давайте так. Эта ситуация возникла с начала года. Мы ее обсуждали, собирал я все ресурсоснабжающие организации, пригласил их в общественную палату. Там мы с ними говорили, попросил я их. Потому что у любой ресурсоснабжающей и управляющей компании должен быть обязательно один какой-то банк или платеж, где можно оплатить без комиссии. В любом случае. Один, но должен. Один должен быть, да. Вот мы попросили, дайте нам расклад, где могут люди оплатить без комиссии. Они нам дали. Значит, эта информация опубликована в социальной газете от 7 марта. Там табличка нарисована, и где можно оплатить без комиссии по той или иной коммунальной услуге. Мы специально это сделали и попытались через социальную газету это довести. Значит, квартплата 24. Здесь ситуация несколько сложнее. Банки не берут комиссию, а комиссию берет квартплата 24. Это вот прослойка между ресурсоснабжающей организацией и жителями. И она берет, причем не уведомляя жителей. Банк принимает платеж. Может, допустим, надо 2 тысячи заплатить. Долг, 2 тысячи. Я плачу 2 тысячи. Банк берет, 2 тысячи перечисляет, принимает, мне отдает квитанцию, что я заплатил 2 тысячи. А вот дальше, дальше, вот эта квартплата 24 перечисляет деньги уже ПТС. Но уже не 2 тысячи, а 1 960, 1 980. И люди просто не понимают. Вроде говорят, мы заплатили 2 тысячи. А оказывается, они должники. Значит, нужно выяснить вот этот единственный банк. Да, да. Вот сейчас об этой квартплате 24 уже говорили. На седании правительства, кстати, было недавно, вот до этих мер, седание правительства Кудряшов вел. Я поднял этот вопрос. Значит, высказали мнение, что там сейчас квартплату 24 поправят в этом плане. Во-первых, или банки должны предупреждать о том, что они должны взять комиссию определенную. Чтобы люди хотя бы знали. Они считают, что они заплатили полностью, а им приходит долг. Ну а пока нужно в социальную газету загрязнуть. Посмотрите в социальную газету за 7 марта 2020 года. Там все расписано. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Не дождались нас, но у нас еще есть время. Звоните, задавайте свои вопросы. Что касается отчетности управляющих компаний, сохранится ли вот эта практика лицензирования? И как вообще отчитывается? И вот эти, то, что вот копятся акты по некачественному оказанию услуг, или вообще потому, что они не оказываются, вот их можно потом куда-то представить? Нет, нет, они не копятся. Сейчас, секундочку, послушаем все-таки телезрителя. Говорите добрый вечер и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я бы вот хотел такой момент озвучить. Я живу в 11-м квартале поселок Мерзовод, дом 18. У нас четвертый этаж. Последний четырехэтажного дома. И в 2019 году частично протекла крыша. Но, как бы там частично сделали, отремонтировали. Но под листами шифера завелись мокрицы. И они атакуют две квартиры четвертого этажа. Мы писали заявление с просьбой поморить мокриц. Но, как бы поморили, нам ответили. Но мокрицы как ползали, так и ползают. В феврале этого года мы снова обратились с просьбой уничтожить эти мокрицы. И чтобы присутствовал кто-то из жильцов, квартиры которых эти мокрицы атакуют. Пока вот безрезультатно. Что делать в таком случае? Посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться и что делать. Ну, во-первых, акты выполненных работ управляющая компания должна подписывать у тех жильцов, где делалось вот это вот уничтожение этих мокриц. Ну, дело в том, что они это вот обработали, и нужно же время, чтобы подтвердить, вот они исчезли или нет. Нет, вот они пришли, во-первых. Они с оборудованием пришли или просто пришли. То есть они начали выполнять работу. Выполнили работу, пришли, спустились, позвонили в квартиру и говорят, мы вот там были, вот посмотрите, мы сделали. И человек должен подписать, что да, действительно, я согласен, что они были, они что-то делали. Это первое, что надо. Значит, ну, если они делали... Уже два раза делали, но некий результат. Два раза делали, значит, может быть, не тем они делают, не тем. Вот ГЖИ, получается, опять же. Значит, ГЖИ это одно. Но можете попробовать написать Метерёва-1, Роспотребнадзор. Роспотребнадзор, они смотрят за санитарным состоянием, в том числе, да. Но, скорее всего, может быть, те меры, которые принимает управляющая компания, они не те, действительно, которые нужны. Да, да. Почему? Потому что если два раза они проводили обработку, но ничьей какого... Понятно, Роспотребнадзор, Метерёва-1. Метерёва-1, Роспотребнадзор, да. Если это не их компетенция в этом плане, вы опишите просто ситуацию, они перешлют ГЖИ автоматически, а дальше уже будет. Ещё один звонок, примем. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Это нас беспокоит по Куйбышскому району, по улице Белорусская, 99. Наш дом построен в 64-м году. У нас находится на первом этаже магазин. Раздолбали весь наш дом. Уже четвёртая организация занимается, и всё, все долбят. А дом наш находится в плачевном состоянии. Значит, были бы в этом... В ЖПРТ теперь, значит, там у нас на счету нет денег, нас ни в одну организацию не берут, двори нас не убирают, ничего не делают. Может, как там быть, чего делать, не знаю. Мне вот 86 лет, я прожила, и не могу свою оставшую жизнь нормально прожить. Да. Да. Спасибо. У нас буквально минуты, Виктор Иванович. Минуту, понятно. Но действительно, первое, что долбят. Вот не было в законодательстве раньше, когда юридические лица перепланировку делали незаконно, их нельзя было наказывать. Сейчас внесли эти закон, внесли изменения в закон, их можно наказывать. Если кто-то будет ещё долбить, обращайтесь в ГЖИ, ГЖИ проверит и заставит их привести всё в надлежащее состояние. А по деятельности управляющей компании, ну, сейчас требования к управляющим компаниям ужесточаются. Это отдельная передача, может быть, да, рассказать. Но пока вот требования такие, ну, обращаться только в ГЖИ можно. Если они не выполняют свои обязанности, только обращаться в ГЖИ. Вот кроме того, что вот постоянно тут перепланировки уже идут, да, да, да. Там ещё не убирают вот этот ключевой вопрос. Не убирают, вот это не убирают. И тем более, что нормы подняли, да. Вот ещё вот прям буквально несколько слов. Нужно составлять вот эти акты, да, фиксировать вот это вот. Акты. Председатель Совета Дома составляет ежемесячно акт о том, что в этом доме не выполнялись такие-таки и такие-то работы. Подписи двух членов Совета Дома, подпись представителя управляющей компании. Если отказался, значит, пишите отказался от подписи. Этот акт является основанием для перерасчёта. Да, спасибо большое за участие в эфире. Спасибо и вам за активность. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!